Музыка Краш-студия фирмы Капитал Сталь Лютий 2021 року В кадре Сергей Павлович, инженер За совместництвом директор Всем привет! Кстати, мало кто знает, что я директор фирмы Капитал Сталь Думают, что ты шутишь, знаешь? И говорят, что в отсутствии директора фирмы Снимают всякую тему Подсиживают директора И иногда садятся в его кресло А так его рабочее место здесь Директор где-то ходит Не, я реально настоящий директор, ребята Просто веду себя как нормальный человек Не за носа Не за носа Лютый, Сергей Янович Вот вы нагадали, лютый Я буквально вчера делал Милетаризацию наших старых видео И попал на прошлогоднее видео Лютого, которое мы снимали Мы в этом первом или второй раз снимаем? Ну, понятно, что первый И там мы говорим, что лютый Какой лютый? Это не лютый, это лютый гей В том году жара была в лютом? Ну, была, да Это, говорят, ласковый лютый пирож Так вот сегодня Сегодня суворый лютый, да Сегодня нормальный такой, нормальный лютый, короче Лютый, оно и по-русски лютый Люду это значит злится И по-украински лютый, лютый такой Ну, то есть слово такое международное Знаю, по-польски, наверное, тоже лютый был Ну, на всех славянских языках, короче, лютый То я вам скажу, что вот этот раз лютый такой нормаз Порадовал, порадовал, да И вот эти все сторонники глобального потепления Пускай немножко опустятся А ты знаешь, может быть, что пандемия коронавируса Экономика упала? А, и пары перестали До речи, ты знаешь, я сегодня прочитал, что вот этой девочке Гретте, там, фрюгер, бля Ну, Грета такая с косичками такая все время ходила Вы нас хотите всех Не, я не в кости Она борется за экологию Да, да, да Девочка Гретта, она такая знаменитая, короче Ну, кто в тренде, то и знает Защитник, да, кто в тренде Так ей, оказывается, уже 18 лет, как Прикинь, как время быстро идет А с какими было, роки? А вот когда она начинала, там, и там 10 лет было И ее раскрутили на этой теме, что вот ребенок выступает Чаще ей не попадалось на меня Да, ты шо, там, в ОООН выступала Вже 8 лет прошло, а я не в курсе, да А я на острове живу, видно Ну, все, это предыстория Это мы, чтобы просто показать, какое время снимается видео Чтобы через год, в принципе, интересно смотреть И думать, что было год назад Мы тогда про лютый не вспомнили То они, думаю, не знали, что было жарко в том году А тема у нас будет какая? У нас был анонс Побег из притории Бух, да Итак, ребята, мы начинаем Побег из притории Там такие всякие Посидяйте, ну ты уже Дашка на клаве Присаживайтесь, Сергей, вы должны быть тут рядышком Что, будем малевать план Игрыш двое было Было двое Смотрите, мы в этом, как его В анонсе Предлагали Открыть деревянным ключом Аналог тюремного замка И мы выбрали для этого Желтоводский гаражный замок В принципе Он Достаточно похож на аналог этого Замка тюремного С той лишь разницей, что он как-то меньше размера И Ригеля здесь Не захлопывают И мы уже, в принципе Я уже сделал, попробовал для него ключ Сделал Попробовал, сломал ключ, короче Деревянный, да? Деревянный, да Ну, был очень плохой Он такой вот С такой вот Тонкой фонеты Я так подумал, подумал И думаю, блин Эксперимент будет Не чистый Критики, а по-современному Хайтеры, да? Хейтеры Хейтеры А я думал, хейтеры Хайтеры Нет, слово хейт ненавидит Да, тер тоже, что терра Это, типа, количество большое А хейта ненавидит Нет, хейт, х, а, т, и Это ненавидит Ну, короче, хейтеры Ненавистники всего А и арцы закинчены Фермер, хейтер, геймер Всего святого Они скажут Ну, вообще неинтересно Жертвоводский завод Замок открывает Гаражный замок Причем тут тюрьма Побег из притории Ну, не зачет Ребята, специально для вас Я достал Настоящий Замок От тюремной камеры Срезочком И все Двери нам не обязательно Нам главный замок Ну, уже Двери то такое Там двери на камере Если ты же ходил в караулы Ты же видел какие-то там двери Там, наверное, там нету никаких Восьми Защит Ну, ясно Железяка, блин, и дверь И замок вот такой Единственное, что я потом посмотрел Есть такие замки Тут ручки приварены Ну, вот в этом замке Нет ручки Ну, то, что этот замок Ну, тюремной камеры Это сто процентов Сделали мы вот такой ключ Покажи, что он не открывается Нормальным ключом Подожди Не торопейте То, что замок открывается То, однозначно Сейчас я покажу Вот видите, вот он Открывается И закрывается Но Это вот замок В таком состоянии Он пришел Видишь, грязный Грязный, да Я тоже ее поддергал Сейчас мы посмотрим Вначале Как он устроился Потому что Я посмотрел Видео Школа АБЦ Большое спасибо И там сделали Обзор Тюремного замка И у меня есть предположение Что Этот замок Не до конца Рабочий Тот уже Хейтерил Как раньше Как-то тут Да Это я его уже Коцал Забили его Ты его не можешь Одня Открыть, да? Да Прикипил уже Ну смысл Ну смысл в чем Сейчас я вам объясню В чем смысл Смысл в том Что нам его придется Вычистить И восстановить Почему? А то есть смазать То оказывается Этот замок Он должен открыться Нормально открывается? Вот так, да? Вот так И вот этот язычок Он должен захлопываться Понимаешь? Он захлопывается Но не так, как мне хочется Тут пружина есть Видишь? Ну и он не держит Я думал, что мы сейчас на видео Прямо так раз И разберем Но вот так вот раз И все, да? Не получается Поэтому Значит, треба подготовка Это был анонс Получается? Не, не анонс Мы сейчас будем Ну это все продолжение Все в одном видео Ну с этим разобрались, да? То есть его надо все-таки Привести в чувство Ну, потому что Чтобы он был как оригинальный Если эта пружина плохо работает То, ну, соответственно И ключ наш Ну, будет плохо работать По поводу ключа Вот, хейтеры Будут критиковать С чего мы сделали ключ? Сейчас ложка деревянная Ну, думаю, в тюрьме же можно найти Деревянную ложку Ну, да И деревянную линейку Можно найти Правильно? То есть мы использовали Ложку И линейку Если у нас Не получится Тогда будем делать что-то другое Так что готовьтесь Умолитесь, чтобы получилось сразу Что, наоборот, будет интересно Да Ну, я специально взломать не хочу Думаю, что так просто этот ключ сделать Ну, да У людей Они два года его делали А мне его надо было на коленке За полчаса до съемки сделать Я даже, видишь, его сделал Вначале разборным Ну, то есть он разбирался И вот эта штучка Вынималась Ну, потом все-таки решил Все-таки приклеить Для эксперимента Потому что В фильме на них снималось У них было одно основание ключа И они Ну, чтобы они могли его взбирать Да, почему Потому что Ну, у меня такое подозрение Я мерил Диаметр вот этого Отверстия Для ключа Скважина Вот Здесь у нас 6 мм На Желтоводском 8 Если Ну, замки же у них там Приторим Не обязательно Такие были Ну, чуть-чуть другие Вот если тут было 8 8 То я бы Ну Сделал бы эту штучку Съем А6 Но уже просто Ну, совсем Совсем Мало Мало места То есть Тот, кто делает этот замок Он тоже о чем-то думал И здесь тоже Под сам флажок Тоже очень мало места То есть 4 мм То есть Очень мало Ну Вставляете Ну, подожди еще Да, надо ломать Ну, то есть В принципе У нас еще запас есть У нас флажок ключа Сделан 1, 2, 3,5 То есть В принципе Если он сломается То мы сделаем Ну Толще Ну В самом фильме Кстати Тоже не сразу Открылась Понимаешь, он кричал Это не мое Это не мое Ну, да Было таких Ну, а теперь Теперь Самое интересное Террея Что-то, чтобы вас было видно Давай Тротически А тут я Ты мой Какую загадку Разгадал Да Потому что Если это буду делать я Будет не цикаво Будет не интереснее Вот он, Сергей Яныч Листик Вот он, листочек бумажки И смотрите Ну, не больше секунды Десять Наверное То есть Чтобы было легче запомнить Опять воров Учите То вы Не запоминайте Не запоминайте Все высоты Вы запоминайте Самые высокие Где находятся И самые низкие А средние Ну, они как-то там Можно их подпилять То есть Самое главное Это запомнить Самый высокий Уровень И самый низкий Вот я Чтобы облегчить ситуацию Потому что действительно Они же два года Могли запоминать Я этот ключ Даже положу Вот так Вот так Чтобы на камеру было видно Да Чтобы было И вот И засеку время Вот Вы Приготовьтесь Так Вас Сейчас я засекаю Вот Сейчас Музычку Приготовим Вам Время пошло Вот смотрите Не рисуй Просто запоминай Я знаю Я знаю Что зрение погано Зверда Алиж тоже Там далеко Ключ Я могу Продивиться Да Ну, это ж тюремный замок Это ж тебе Блин Не гардиан Все Время вышло Рисуйте А что ж тут Малювать Это какось Оно все Такого Спадает Только Сколько штук Я уже не помню Тут так Выпираю А дальше Не помню Вот так вроде Якось Ну Приблизно Вот так Якось Раз Два Три И вот Эта штука Выпираю Ну Все Все Что Мех Видав Треба Еще Звериться Все Этого Достаточно Ну И что А дай Оригинал Положи Сюда Раз Два Три И вот тут Якось Выпираю Раз Два Тільки И Нового По Разміру То есть Первый миф Мы подтвердили Можно Перемалювать То есть Можно Запомнить Розміри За два года Они научились Размеры Нам главное Сам профиль Чтоб мы знали Тебе Треба Взять Цей ключ Поставить На таку Самовистан И Тоді Змальовувати Не Ну Это Мы Будем Зверятися Чи Сходиться Чи Нее Ну А дальше Там Немножко Было Проще Получается У меня Эскіз А Им Треба Еще Нам Ескіз Нужен Был Потому Что Эскіз Не Дотримуется Пропорцій Пропорцій Дотримается Размери Дело В том Что Тюремный Замок Он Не Обладает Большой Секретности Его Задача Рабочей Лошадки Тут Сувальды Должны Толстые Пружины Мощные Его Задача Чтобы Пожар В камере Еще Что То Он Был Открыл Да Его Задача Поэтому Секретность Низкая Если Чуть Чуть Выше Чуть Чуть Ниже Главное Угадать Сам Профиль Дальше Ты Не Уйдешь Ну Ясно Тем Более Они Делали Экспериментально То Есть Он Таких Штук Пять Нарезал Такого Профиля Там Чуть Выше Чуть Нише Мог Подбирать Ну Все Теперь Что Дело Замалым Осталось Вырезать Хватушку Да Нет Осталось Смазать Замок И Продолжим Испытанием Ну По высоте Вроде Сходится Ну Все Погнали Дальше Все Всем Пока Офис Фирмы Капитала Сталь Топ Сори Крэш Студия Фирмы Капитала Сталь Кадри Инженер Засместен Сент-директор Сергей Павлович Вам Слова Всем привет Ну Скажут Кто смотрит Это видео Скажут Что Виде Виде Опять Всем Привет Ну Потому Что Это Продолжение Того Видео Что Мы Начали Снимать Так На чем Мы в тот Раз Остановились Мы Остановились На том Что Мы Хотели Разобрать Этот Замок Разобрать У нас Его Не Получилось Да Мы Хотели Разобрать С Какой Целью Посмотреть Как Он Устроен Я так волнуюсь, честно сказать, я не знаю, потому что будем испытывать. Вот это, кстати, эти товарищи, которые бежали, инфигентные люди в галстуках. Один из Настива Джобса молодых. Два кума, галстива, родатый. Ладно, давайте так в двух словах перед испытаниями. Честно сказать, идея открыть деревянным ключом у них была гениальная. Причем люди, которые никогда не задумывались над тем, не занимались аварийным вскрытием замков. У людей было, видать, высшее образование, поэтому они разобрались. До два года разобрались. Я сделал ключи. И сейчас мы будем испытывать. А замок будем открывать или нет? Вот, сейчас будем открывать. А, нет, мы с вами подкрываемся. А, да, что я хотел сказать. Посмотрим, когда уже откроем. По поводу замков. Разбирать, мы с вами будем? Разберем, да. Я решил немножко подковаться по поводу этих замков. Потому что это замок настоящий. Ну, тюремный. Тюремный, да. Я его еле отмыл от этого тюремного запаха. Вот кто в караулы ходил на губтвахту, помнит этот запах. Он въедливый, как пенс, губтолина. На губтвахту никому. Ну, в карауле, когда охраняешь солдат, который на губтвахте, все равно запах, как в тюрьме. Вот, хотя вроде бы военная губтвахта. Но у солдат было проще, потому что обычно часовой, а не, не так, начальник караула, чтобы больше поспать, куда они убегут с комендатуры. Отдавал ключи от камеры разводящему. Замкомзводной. Да, я был замкомзводом. Разводящему в лом, короче, каждый раз туда что-то ходить. Но я отдавал ключ часовому. Ну, что нельзя делать, естественно. А часовой, чтобы, короче, вообще не заебываться. Отдавал ключ кому-то, блин, короче, из тех, кто сидит в камере, короче. И поэтому ключ, короче, был у солдат, которые там сидели. Они могли выйти ночью покурить все спокойно, сесть в карты поиграть. Так что в тыче. Ну, это уже другая история. Залет. Конечно, ну, кто смотрит видео, кто служит в армии, так делать нельзя. По поводу... Ну, кстати, вот тут все было хорошо. Но был случай у нас у Буксова. Он, солдат попался, суицидник. В армии, короче, суицидников или в тюрьму сажали, короче, или в психушку. Одно из двух. Ну, да. Никто не разбирался в причинах ихнего сдвига по фазе. Ну, это же специально, может, для каких-то мотивов, суицидников по фазе. Вот такой узенький ремень. Ну, да. И какое же было его удивление, когда он утром увидел, он повешаный на этом тренчике, короче. А он развязался, да? Развязался. И на нем повесился. Если бы он его не привязал бы к этой фигне... Ну, он виновал на чем, да. Не был бы на чем, да. Это грустная история. То есть он наручник такой был. А ним надо было просто сидеть в камере. Живи по уставу, завоюй в честь и славу. Ничего не делай, короче. Делай как по инструкции, и все будет хорошо. Он, наверное, специально хотел, чтобы ты повесился. Да нет, его бедного звания лишили тогда на его ступень. Ну, короче, не будем... Это отдельная история. Ясно, это уже долго. До темы не стосует. Да, она темы не стосуется. Но у нас стосуется темы, как бы, на тюремные замки. Так вот, я начал его начинять при этих замке. Школа АБЦ, очень там интересное видео. Я дам ссылку, посмотрите. У него такой же самый замок. Только здесь еще приварена ручка. И сзади приварена втулка, такая вот, направляющая для ключа. На нашем экземпляре замка нет. Позже вы поймете, для чего эта втулка вот здесь сзади была приварена. Ну, а у тебя втулка, ты можешь сказать, с этой стороны? Нет, это и тут еще одна была в заднем. Такое вот это отверстие. Значит, вынутый кул. Ну, подкрути вот так, поверни, что там дырка, короче. Откручивается. Я знаю, что это отверстие. Это что, туго? Я так затянул хорошо. А, в ту сторону. О, отверстие. Не дырка, отверстие. Технологическое отверстие. Вот в новых замках вот здесь стоит заваренная такая втулка, короче, для вот этой направляющей ключа. И поэтому ключ входит и так идеально вращается. Здесь у нас получается, это тоже отверстие, тоже для позиционирования ключа. Видишь, то есть он здесь позиционируется и вращается. Фиксуется так. Да. Вот как это выглядит изнутри. Вот. И что? Присаживайтесь. Друзьяки смотрят на донами, так вот, давай, давай, рассказывай. Все это же настоящее, это же герои. Вот, видно их, нет? Видно, видно. Это же фильм снят на основе реальных событий. Это же не то, что кто-то сочинил. Реальный чувак тихо. Да, два, они вдвоем еще кого-то там забрали. Начал эти замки ишь узнавать. Оказывается, все тюремные замки для тюремных камер сделаны по одному принципу. Подожди, я еще. Сейчас не закручиваю, сейчас покажу. Один принцип, первый принцип. Он должен захлопываться. То есть, вот, когда ты открыл, вытащил ключ, и ты такой щелк и захлопнул камер. Удары в дверь, и он из-за этого защелкнул. Для того, чтобы двери были всегда закрыты. Он всегда захлопывается. Причем, я посмотрел, что иностранные замки, что дореволюционные замки, что еще какие-то замки, они все были сделаны по одному и тому же принципу. Они все захлопывались. Как финские замки называются. Да, вот такая форма ключа с таким вот кольцом практически на всех замках. Ой, ну да, замках. То есть, не такая вот, как красиво, мы привыкли к ключи, да? Ключи спрят. Стало сам рассказывать. На столе кто-то подсмотрит. Вот. То есть, ну, просто и гениально. Вот так вот тут сделано. Ну да. Нету никаких там всяких люшечек, там еще когда висят. Ключ однобородочный. Почему-то у всех. Ну, не двухбородочный. Практически у всех есть вот эта вот втулка, препятствующая скрытию отмычками. Здесь она, кстати, криво приварена. И я даже натолкнулся на несколько тендеров по закупке замков в Украине. Но, к сожалению, их в Украине не производят. Есть... Такие замки на них не вырубляют? Нет. Есть аналоги этих замков, я нашел в России. Там КЗ-6, КЗ-5, не путать с КЗ. Камерный замок, я так понял. Камерный это не там, где песни поют. Камерный для таких камер. Вот. И они практически все однотипные. То есть, его задача быть простым, надежным, чтобы он не было отказов. Поэтому там всего 4-5 сувальд. Там больше секретов каких-то нет. Кушзона, вначе, охраняется. Мощные пружины. Для того, чтобы сработка замка, ну, чтобы работал четко замок, чтобы он там пыль, грязь, там еще что-то не мешали его работе. Надеюсь, что там что-то запылючится. Да, то есть он все будет работать. Единственное, что у нас, нам пришлось вот в этот язычок вот этот, мне пришлось его все-таки разобрать, подрегулировать, чтобы вот этот язычок четко работал. Потому что в той версии, что прислали, я вот так зажимал, а он не отпрыгивал. Ну, уже просто до 3 часа, да, уже не смазанный был. Разберем. Кстати, он не был смазан. Смазывались только вот эти втулки, где ходили сувальды. Сами сувальды были без масла, чистые. Ну, уже когда подойдем к разбору этого замка, то там будет ясно. То есть, замки однотипные. Поэтому в притории, возможно, отличался замок там размером, еще чем-то. Но принципиально он не отличался. Поэтому можно смело приступать к эксперименту и пробовать открыть этот замок при помощи деревянных ключей. Погнали. Давай. Давай, я буду встать, а ты вот выставляй камеру так, чтобы было видно, вот как можно ближе. Замок, потому что, помнишь, мы когда-то сделали какие-то испытания, и говорили, да ни черта не видно было. Это же свитла тогда еще не было. Все, свитла не было. Так, чтобы было хорошо видно. Ну, так, подивись, так ты хочешь? Ну, чуть-чуть больше места. Не-не, в смысле, чуть-чуть дальше. Ну, потому что просто уже совсем-совсем близко. Ну, дивись, вот так, у нас. Чуть-чуть выше камеру. О, о, вот так вот. Мне кажется. Ну, чуть-чуть можно, чуть-чуть ближе. Сейчас попробуем. Чтобы было видно. О, отлично. Так, ну что, Сергей Вяноч, начинаем наш побег из притории. Давай. Так, закрываем замок, проверяем. Пляска, нравится. Так. Ты пробовываешь держание замки, нет? Ой, потом. Ха-ха-ха. Разполомается еще. Так вот, по поводу чего-то... Пляска, а ты сделал три замка, да? Типа, для чего три? Сейчас увидишь. Три ключа мои. Дело в том, что самое сложное, это будет открыть защелку, а не замок. Ну, начнем по порядку. Давай, начнем с замка. Потихонечку. Тут не надо спешить. Раз, е, да. Два, е. Но защелка осталась. Да, а сейчас будет не текарейше. Упс. Это не мое. Поломалось это. Да. Фокус не удался, Фахир был пьян. Да, защелка на серьезный выпробовывание для твоей деревянной линейки. Вот помнишь, а ты не видел этот фильм, надо было бы его посмотреть. Да. Вот он тоже там пытался открыть. И, короче... И оно там осталось, да? И он такой кричал, это не мое. Это не мое. А, я думаю, что ты кричишь. И он такой кричал, это не мое. Ну вот он попал точно в такую же историю. Ага, то есть перша спроба у них была невдала, но они умудрилися позбуться следов дерева. Ну вот ему да, повезло, он там выковырил как-то. Там закрываем опять. Саме для этого ты сделал два ключа. Ну, я же понимал, что может пойти как-то все не по плану. Замок не открыт. Побег с притория неудобся. Сегодня придется гречку есть. Не, ну в принципе, в принципе. Ну, как бы, если... Ну, я бы убегал из притория, да? То, если бы у меня такая ситуация сложилась бы, то я бы сплюнул на все и сделал бы... И сделал бы железный натяг, для того, чтобы отодвигать защелку. Так, немало в них залеза, в них дерево теки было. То есть, ну, железо надо было проведать смекалку, там, открутить от этого свеника проволоку. Там, я не знаю, где можно найти проволоку еще. Так, проволока не все, тут треба серьезный дрит. Да, тогда было бы, конечно, все очень просто. Ага, ну да. Покажи, покажи, как защелка. Ну да, вот ты держишь ее, да. То есть, тут уже секрета нету. Тут ключ не нужен. Тут нам, ну, только нужно... Просто треба натяг хороший, да. Да, или же тут уже вот так вот. Ну, а ты мне скажи, с чего сделаны твий натяг? Вот. Ну, то есть... Не из простого дрота, да? Это там серьезный дрит? Это... Нет, это случайный дрит. Вот даже вот такой вот. Вообще вот так вот. А ну попробуй. Пустую. О, видишь, то есть тут как бы надо только железо. То есть проволока от веника подошла бы. Но, видать, в притории там у них четко, строго было с железом. Да, ну, все было на облику, да. Да, поэтому только дерево. Поэтому, ребята, пробуем только дерево. Ну, а у тебя же есть еще деревяшка еще одна. Сейчас проверяем. Луты открыли, допустим, да? Попытка номер два. Потихонечку. Раз. Два. Это уже проходило. Теперь... Теперь... Ты берешь натяг деревянный. Теперь я же же, ну, выпиливал замки. По той схеме, которую вы нарисовали. Не замки, а ключи. Ключи, да. Помнишь, ты мне нарисовал? Да, помню, да. По памяти. Я не знаю, можно ли это... Вырубай. Рассказывать. Ну, черт возьми, кто нас остановит. А Стоп был голоден, и его несло. Дело в том, что... Кот, да. То есть, мы нарезали вот кот, как ты сказал. Да, как я наболевал, да. За счет пластичности дерева, когда ты его пытаешься открыть, то есть здесь стираются эти деревяшки, и ты кот как бы угадываешь. Плюс там видно зазор такой сделанный, очень щильный. Да, зазор такой, да. Но самое сложное, это подобрать вот самый ведущий зуб, который ведет ригель, натяг, так называемый. Вот это натяг, натяжок, натяжитель. А он всегда первый идет, да, этот ведущий? Ну, в этом замке, да. Может быть, посередине, но, судя по схеме, которую мы подсмотрели, то он был первый. Ну, и, в принципе, это, чтобы определить, какой он первый, или второй, или третий, нужно было сделать вот такой, вот такой вот натяжитель, и смотреть, есть ли люфт или нет люфта. То есть, если, ну, я старался, друзья, делать именно, ну, как, все по-честному. То есть, я взял вот этот натяжитель, я не знаю его точные размеры, да, я вставлял его в этот, и смотрел, видишь, люфтит, значит, работает. Ого, да, да. Если длиннее, то он не крутится. И потихонечку, потихонечку отпиливал, пока он не вошел в свою, эту, как его, в свое положение. Вот, и поэтому, чтобы не ломать ключ, то есть мы воспользуемся деревянным натяжителем. В принципе, ну, это же, как бы, ну, ничего не меняет, правильно? То есть, два у них деревянных ключа могло. Ну, дерево, у них, было, да. Да, поэтому, как бы, не шкода было. Поэтому, я не рвуюсь, осталось открыть эту защелку, короче. До свободы было так близко. Да, да, Сергей Венич. Есть. Ну, ты взял ее? Да. Двери открыты. Ну, нормально держать? Смотри. Супер. Бро! Это твои... А, смотри, куда вы? Убежали! Снова нема чувакея. А, они убежали! Ха-ха-ха-ха! Сникли. Ха-ха-ха! Хо-хо! Класс! Ну, нормально. Нормально. Ну, это уже я сделал ручку из дуба, короче. Ну, ну. Так проблема не в ручке, проблема в том, как его... Зазубрене, или как там оно называется? Нет. Здесь более крепкий стержень. Вот это я делал из обычной деревянной ложки. Ага. То есть... А они что делали? Ну, из дерева, как вот это они делали. То есть, вот такой у них была форма. Угу. Угу. Эту вставку я делал из линейки. То есть, мне было лень выпиливать каким-то. То есть, они там... Они два года пилили, извините меня. Они подбирали дерево, волокна, переставляли, экспериментировали. То есть, теоретически... Это не было два года. Это было два тижня. Да. У меня было два тижня. И из них... Ты же не знаешь, что сижу и только ключевое пилило. Вот. Ну, не знаю я, короче... Куда мы... Этими двумя ключами, да, можно втекти из любой тюрьмы. На бис. Да, на бис. У меня два мая. А еще разочек. А еще тут втулку криво приварили. Ага. И она получается, подрезает деревянный ключ. Я думал, что вот здесь так все проточено. А тут ключ, видишь, не так стоит, а вот так. И оно трется здесь. Это тоже была большая сложность. Ну, то есть, такой говняный замок. Ну, он был выкористан, нынче на складе лежат. Выкористовался на складе, да. Есть. Натяжок теперь. Тут тоже надо было леденько. Есть. Свобода. Свобода вас встретит радостного ухода. Ну, теперь вы скажете, и это все? Нет, ребята, это еще не все. Как не все? Как не все? Я уже хотел заканчивать это дурацкое видео. Дело в том, что я всегда хотел, вот так придется с той стороны вам сделать еще один эксперимент. Ты уже хотел добыть эти два ключа. Те уже мы складываем в сторону. Есть такая книга. Роман Пикуля. Каторга называется. Вот. И герой каторги этой романа, кстати, тоже у него был псевдоним. Как его. Давай вот так, наверное. Мне тут неудобно будет. Вот с той стороны. Когда его на Сахалин туда отправляли, ему передали мандолину. Мандолину, это не музыкальный инструмент, а набор отмычек. И было удивление охраны, когда они его утром увидели, что он вышел там с камеры, покурил там. Потом закрывся назад. Ну, примерно так. Я вот думал, а можно ли открыть этот замок, находясь прямо в камере? А, ну да, тут, получается, нет. Вот, про втулочки не было, да? И я так подумал, значит, вот же, как он его открывал-то. Откуда эта втулочка взялась? После этого, наверное, Романа. И мне стало идти... Ну, я тогда не занимался замками. Для меня это было вообще какое-то фантасмагория. Как человек, находясь в камере, может открыть замок изнутри. И вот, наконец-то, у нас есть этот замок. Есть. Есть мандолина. Вот. Но не будет видно, как ты оперуешь. Тебе все-таки... А зачем вам надо? Мы же не учим голову открывать. А, ну да. Наша задача попытаться его открыть. Рустам, отдохни. Давайте перезвоним. Так. И мы его будем пытаться... Кстати, желтоводский замок... Гэть-гэть сделан так само, как... Как камеры. Ну, как тюремные. Вот не могу, когда кто-то звонит, я... А доступ был у него до этого, до этого натягу, да? Ну да. Или не был там заваренный за дверями? Я же тебе говорю, они все сделаны по одному принципу. Можно проще, можно дешевле. О, ты перший ворот робил, да. Сейчас. А, то есть маючи такую мандолину... Да. Мандолину можно из середины выйти, покурить и назад вернуться. Да. Да? Все открыто. Ура! Свобода! Так, мандолину прячем сразу от глаз подальше. Вот. То есть мы показали, теперь уже, как этот замок можно даже было открыть изнутри. Поэтому и приварили вот здесь эту втулочку. Ага. Я сейчас не уявляю, какая втулочка выглядит, но я тебе верю, да. Посмотришь на школе АБЦ, там есть этот, как его... Ну ты ссылочку даешь в описании, да? Да, да, они увидят этот замок. Да, да. До речи, не забывайте ставить лайки, подписываться и пошириваться наше видео. Давай я опять сюда, я разсяду, потому что свет в камеру идет и качество плохое. Так, ну что, давайте его теперь разберем по-быстрому. Давай. По-быстрому у нас ничего не получается. Ну, ребята, звоните, такой у нас формат канала. Да. Длинных видео. Я хотел разбить это видео на три части, знаешь. Да. Там первая подготовка к вскрытию, потом вскрытие, потом вскрыть изнутри. Ну, кто бы зарабатывал деньги на ютубе, он так и сделал бы. Напевно, да. То есть, тут было бы целое, ну, сериал был бы про этот замок. Ну, у нас время... Да, задача, да, просто познаем это все. Да, а нам интереснее его все-таки разобрать, правильно? Я уже научился его разбирать. Да. Так, нам поможет коробочка от Абуса 3500. Так, ну что, видишь? Чем же она нам поможет? Я буду складывать сюда сувальд. Ага. Ясно. Да, мне хочется не пачкать просто. Тряпочка есть. Оно там жирное, смазанное-то бы, да? Так, погнали. Так, сувальдочки. Пятая. Пятая. Я их пронумеровал. Видишь, смазано было только вот в этом месте. То есть, сами сувальды между собой не были смазаны. А треба их смазать? Нет. Чтобы они не залипли в открытом положении. То есть, кто-то грамотно это делал. Ну, замок сделанный, ну, однозначно, вот эта возвратная защелка, пружина. Очень мощная, очень мощная, ребята. Ну, я не знаю, как на прищепке, короче. Угу. Третья. И вот. Та-дин! Вторая сувальда. Объясните мне. Ну, вот я что-то не догоняю. Зачем вот эти вот зубья? Ага. Тут нигде нет, а тут есть, да? Причем острые. Такие, которые можно горло, короче, перепилять. Честно. Да, остренькие. Напишите в комментариях, кто что по этому поводу думает. Потом я подумал, что тут можно спрятать такой вот ниндзинский инструмент. Такой для ниндзи, знаешь. Швырятили. Ну, можно было тогда просто наточить до остроты сувальду, ну, чтобы она острая была, как бритва. Ну, если куда-то тебе надо пронести, да? Ну, да. Ну, не знаю. Ну, короче, вот это вот для меня загадка. Тоже видно какие-то против открытия? А, нет. Ну, ничего она тут не дает. Нет. Абсолютно. Або просто такая запчасть была, когда они из него что-то сделали. Абсолютно. 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 Нету свёртки. А что? Дрель, короче, с этим, как его, со свёрлами. Не знаю. Ну, по инструкции сказали, треба дальше. Ну, такая топорная работа. Ригель защищён от высверливания. Ну, честное слово, для меня это, ну, очень, 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 такая вот загадочная. Або его высверливали уже перед этим, потом что-то заваривали. Я не знаю, это такая запчасть была, ну, не знаю. Ну, непосредственно сама крышка. Ну, говорит, ну да, что с этой стороны тоже такая встала. То есть, вот здесь уже на современных замках есть втулка. Ну, приваренная такая заглушка. Чтобы мандолину туда напихивать. Да, чтобы мандолину туда не впихивать. Так. Ну, вот, в принципе. Такий замочек, да. Такой замочек. Не знаю, наверное, у нас есть пищик один. Очень хороший товарищ по Львову. Он коллекционирует замки. Такого замка у него ещё нема, да? Нема. Я не знаю, мы подарим ему этот замок, короче. Потому что мы его больше нигде используем. Ну, если он попросит тебя, то чего же не подарит? Да, не попросит, он скромный товарищ. Скромный, да. Ты же знаешь, у нас такие люди никуда ничего не просят. Требуют? Да, потребуют. Ты же сказал, что подаришь, подарим. Ну, мы на замок подарим вместе с этим деревянным ключом, короче. Чтобы оно было в коллекции. Давай. Потому что мы всё равно не сможем создать такую коллекцию, как у Саши. И поэтому смысл мне собирать замки я не вижу никакого. То есть лучше отдавать тому, у кого… Да, кто уже системно работает над этим. Системно. Ну, в принципе, я даже не знаю, что ты хотел ещё такое важное сказать. Ну, будет тема для наступного видео, получается. Может, в следующий раз что-то добавишь. Да. Ну, пока всё. Пока всё. Ну, на этой, так сказать, положительной ноте, что вот товарищи из притории убежали. Да. Оно выйдет. Там на экране, на самом деле, их не видно. Не видно, они убежали. Поставили заставку, и нет. Поставили заставку. Побег из притории. Они, как увидели, что замок открыли. Они сразу попали. Вот, кто захочет, может отмотать видео и узнать, на какой секунде они убежали, короче. Мы сами поддаёмся. Цикаво, да? Всё. Всем пока. Пока.